Что с ним происходит? Ну, обезьянный обезьян, подумаешь на две ноги с тобой. А возникает вот такая сложность. Мы с вами, что с тазом происходит, разобрались? Ага. Таз превращается в подпорку под внутренние органы. А теперь давайте подумаем, а как беременность будет проходить? Беременная матка какое положение занимать начинает? Вот у четвероногого зверя она висит в домоке. И невозможно представить себе ситуацию, при которой при движении зверя матка получает травму. Хорошо. А теперь мы встали на две ноги. Какое положение занимает матка? Беременная. Опускается на подвздошную пусту. Скажите, пожалуйста, а вот здесь какой-нибудь амортизатор есть? Вообще предусмотрен? Никакой. Дело в том, что в течение всей эволюции этот работ амортизировалось вот здесь. Так? Ставь на две ноги, наши предки просто потеряли возможность использовать эти достижения. В результате любой толчок, вот не дай мне, прыгнул на одной ножке. Удар жестко передается по костям. Вот сюда. Таз не умеет ничего амортизировать. В результате жесткий удар пришел на подвздошную кость таза. А прямо на подвздошных костях лежит беременная матка. Ну и что происходит? Внутри утромны травмы. Как это сказывается на выживаемости детенышей? Крайне плохо. А дело в том, что обезьяны, это и так кастротегия, они и так рожают всего по одному, по одному детенышу, с одного захода. А теперь выживаемость потомства при такой компоновке тела начинает падать. Выход, чтобы не выменить какой-то. У кастротегов один единственный способ повысить выживаемость детенышей. Какой способ? Мы разбирали же это. Забота о потомстве. Но забота о потомстве и так была уже обезьянна. Что необходимо делать с уровнем заботы о потомстве? Никуда не придется. Если их рождается все меньше, то заботиться надо о каждом сколько? Все больше. Резко повышается необходимость в развитых формах заботы о потомстве. Следующая серия вопросов. Давайте разбираться. А у млекопитающих кто вообще должен заботиться о потомстве? Кто должен заботиться о потомстве? Самка. Ой. Самка. Ой-ой-ой. Ох уж эти семейные ценности, которые вам сейчас под давлением буквально присугивают. Да, ребят, в большинстве случаев, если это нормальные звери, папе крайне не рекомендуется приближаться на пушечный выстрел к своему потомству. Потому что это не повысит шансы на выживание детей, а понизит. Игра здесь, правда, в несколько ходов играется. И самым маленьким, пожалуй, будет сложновато проследить просто совсем... Ну, просто так, в арифметике, там, я не знаю, задачка, вам много действий. Первое действие вот такое. Про половые клетки все слышали? Есть яйцеклетки, есть сперматозоиды. Скажите, пожалуйста, каких клеток образуется больше? Яйцеклетки или сперматозоиды? Сперматозоиды во сколько раз больше? В тысячи. Ну, в тысячи, десятки, сотни, тысячи раз. А по какой причине? Почему нельзя столько же яйцеклеток образовать? Масса. Но дело в том, что яйцеклетка должна нести запас вещества, из которых будет потом построено тело детеныша. Она массивная. Для того, чтобы создать одну яйцеклетку, надо использовать столько же веществ, ну, как на десяток тысяч сперматозоидов. Самец создает в десятки тысяч раз больше правых клеток, чем самец. Вопрос. У нас есть две популяции. Популяция А и популяция В. В этой популяции погибли почти все самцы. Остался один самец на 100 самых. А в этой популяции погибли почти все самки. Осталась одна самка на 100 самцов. Вопрос. Какая популяция нормально выживет, а какая популяция, разумеется, погибнет? А у нас один самец. Конечно. Дело в том, что одного самца, конечно же, хватит на сотню барышей. Никаких проблем не хватит. А сколько сможет родить одна самка? Ровно столько, что может родить одна самка. Но больше у нее не получится. Поэтому в ходе естественного отбора возникает вот такое неравноправие. Каким полом можно рисковать, а каким полом рисковать нельзя. Мужским можно рисковать. Мужской голод – расходный материал. Самки – это самый ценный эволюционный материал. А поэтому складывают совершенно разные стереотипы регуляции поведения и стереотипы регуляции обмена веществ. Что произойдет с каким-нибудь видом живых существ, у которых вообще не разольется способность исследовать и обнаруживать новое. Исследовать окружающий мир, искать новые способы решения задач, то есть учиться. Что будет с этим видом и почему главное? В случае, в случае ситуация, в которой он все-таки изменится, и он не сможет приспособиться. Разумеется. Умение учиться – жизненно важное умение. Потому что мы живем в окружающем изменчивом мире. Если я не приспособился к новым изменениям, я просто погиб. А для этого надо исследовать окружающее. Вот теперь давайте подумаем. А исследование окружающего – это безопасное занятие или крайне рискованное? Рискованное. Чем рискуем-то? Да, жизнью рискуем, на самом деле. Это вам только кажется, что учиться – это скучно, занудно, ну, в крайнем случае, иногда это может быть немножко интересно. А вот то, что это очень опасно, вам это в голову вообще никогда не приводит. А вообще-то, обучение – это самое рискованное из всех известных занятий на свете. А теперь давайте подумаем. Учитывая вот это неравноправие по логе, у какого укола в ходе естественного отбора осваиваются поведенческие программы, связанные с рискованным поведением, с исследованием нового, с возможностью быстро и в больших объемах учиться, вот равномерно будет для двух половых или неравномерно? Нет, совсем нет. Нет. У кого все поведенческие паттерны, связанные с освоением нового, с работой в огне, с исследованием новой ситуации, у какого укола более развитого? У самцы. Конечно, самцы. Почему? Да и не рисковать надо. Гибель самых для популяции – трагедия. А если вот эти ребята рискуют и гибнут, ну, плохо, конечно, но ничего, выживали. А у самок? У самок, соответственно, естественно, а у бог консервирует форма поведения, направленная на поддержание стабильности, очень большую экономию резервов и так далее. Ну, в частности, регуляция обмена веществ у мужчин и у женщин построена совершенно по-разному. Объяснить это, опять же, очень легко. Скажите, пожалуйста, если человек на улице оставил машину зимой, вот она у него стояла во дворе, допустим, было минус 20 на улице в это время, хорошо, с утра он пришел, сел в нее, включил, выжил газ и сразу рубил пятую передачу. А все, ее в сервис свести надо. Какую ошибку допустил водитель? А он не прогрел двигатель. Прежде чем перейти к режиму высоких нагрузок, что необходимо сделать с любой системой? Прогреть ее надо адаптировать под нагрузку. Теперь давайте смотрим. Мужчина, как и все эти самец, это машина для драки, детства и исследования, для того, что связано с риском. Жизнь необходима. Какую скорость реакции иметь? Более высокую. Чем выше, тем я успешнее реализую свои вот эти чисто биологические, это никакие не человеческие, это чисто биологические. Здесь от человека ничего нет. Потому что ровно так же будет с козлом дела обстоять, с кроликом. Ну, разницы никакой. Но по этой причине могу ли я позволить своему мотору, в кавычках, остывать полностью? Нет. Нет, иначе я потрачу время на предварительный прогрев. И только после этого наберу обороты. То есть я потеряю долю секунды, которая может казаться решающим. А в результате у барышень обмен веществ в спокойном состоянии падает до уровня физиологической нормы. Расслабились и отдыхаем. А у мужичков он когда-нибудь падает до этой нормы? Нет. Он всегда остается на более высоком уровне. Зачем? На всякий случай. А здесь обмен веществ на более высоком уровне. Сколько выжигается токлево? Больше. А в результате сколько еды жизненно необходимо любому мужчине? Вот девочки, когда вырастите большими и умными, и красивыми, конечно, и когда у вас начнутся свои отношения с парнями, запомните, что с мужиком надо делать одну вещь. Кормить, вторую кормить, и третью еще раз кормить. Если вы идите вместе и вы наелись, это не значит, что ваш друг сыт. Ему надо абсолютно другое количество пищи. Просто тело так строилось. Не потому, что барышни такие вот, цырлих-манирлих и экономные, а мужчины вот такие жадные. Да нет. Физиология такая. Итак, немножечко с вами поговорили про различные полу. Ну, а теперь самое главное. Понизилась выживаемость у поток. Кто вообще-то должен охранять... Да, кстати, откуда была эта история про самцов и самок? Почему папаш нельзя подпускать к детям? А давайте подумаем. Не-не-не, секундочку. Здесь не такая простая игра, оказывается. Большинство, подавляющее большинство животных, никаких таких устойчивых семейных пар не образует. Это очень редкий случай. Называется такая композиция из двух партнеров, которые долгое время остаются вместе и вместе воспитывают потомство, моногамная организация. Очень редкий случай, крайне невыгодный на самом деле, в среднем, если нет каких-то компенсирующих моментов. В большинстве случаев размужили, все раздражаются. Следующий сезон размножения размноживаются и раздражаются. Так обеспечивается более высокий уровень разнообразия потомства. А разнообразие – это самое главное на свете. И ряд еще своих преимуществ есть. Но возникает такая большая проблема. Для того, чтобы размножиться, надо будет встреться. А как встречаться будем? Кто обеспечивает встречу? Как вообще ее обеспечивать? Ваше предложение давать, Коля? Может быть, просто, кто сам создавал, выясняет, кто из них сам такой... А как они выясняют? По интернету? Ну, врачи. Ваше предложение. У нас есть такой лес, 50 на 50 километров. Там живет зверье одного вида. Наступает брачный сезон. Хотелось бы встретиться. Как будем встречаться? Да, сотовые операторы не работают, сеть отключена. Как встречаемся? Уходим. Хорошо. Могу метки какие-нибудь ставить? Первое, принимаю, а потом есть метки новые. Метки ставим. Отлично, хорошо. Я прошел, поставил метку свою на дереве. И что, я дальше сижу рядом с этой меткой не отхожу? Нет. Нет, отошел. Ну, хорошо, отлично. Я ушел уже, я там по своим делам пошел. На следующий день пришла барышня, смотрит, ага, метка висит от Андрея Николаевича. Как классно. Только от этого понятно, где я, или не понятно. Ведь я-то уже ушел. Как встречаться с тобой? Ну, как искать можно? Стратегию предложите. Прошу вас. Ну, они стоят, самцы издают какие-то звуки. И самки уже выбирают того, кто, по их мнению, лучше всего. По-русски это называется сигналы. Давайте подумаем, какие сигналы в данном случае будем использовать. Звуки, согласен, орать начинают. Кто громче орет, тот самый крутой. Еще что можно делать? Вонять можно. Значит, мощные запахи, очень широко распространенная система в животном мире. Раскрасятся поярче. Иракист, татуаж, кольцо в нос. Вот. Изо всех сил. Мы превратили себя в некоторую рекламу, в ярко видную сигналы. Скажите, пожалуйста, эти сигналы только брачный партнер видит или кто-нибудь еще? А хищники, видите ли, а в результате только кажется, что там, если я ярко накрасился, громко заорал и сильно подрыгал ногами и руками, то я самый крутой. А все это на самом деле для любого животного. Это что означает? Это означает, что вы примерно в 20 раз повысили вероятность того, что вас съедят. Вот просто элементарно съедят. Но кому-то надо обеспечивать факт встречи для размножения. Потому что если встреча не произошла, следующее поколение не родилось, вид вымер. Кому-то надо обеспечивать. Так что сигнальность, это, ребятки мои, не здорово, круто там и так далее. А это очень горькая чаша. Среди самцов смертность десяток раз больше, чем среди самок. Почему? А это их плата за то, чтобы вид продолжал сочетовать. А теперь представьте себе, что такой сигнальный папа начинает заботиться о потомстве. Вот представьте себе, на секунду, сигнальный папа заботится о выводе. Он наводит хищников на собственные выводы. При этом он-то взрослый, он еще удрать хотя бы может на детеныша. Но они, очевидно, будут съездить. Поэтому в большинстве случаев можно ли позволить самцам приближаться к потомству? Да ни в коем случае нельзя. Значит ли, что в этом случае отсутствует забота о потомстве со стороны самца? Да нет, конечно, не значит. Смотрите, какая картинка. Вот у нас есть некрая территория. Вот здесь у нас живет бабушка А, здесь бабушка М, и так далее. И есть у нас один самец, который обидает в этой региончике. И, соответственно, навещает время от времени вот этих трех подобных. Да? То есть здесь его потомки. А другой самец находится вот здесь. И навещает вот этих подобных. Здесь его потомки. При этом самец не должен длительное время находиться рядом с малышами. Иначе он наведет на них хищника. Он сигналит. Каковы его функции в заботе о потомстве? Что он делает реально? Отчего? Ой, ребята, вы опять же Диснейт пересмотрели. Но не бывает такого. Не бывает такого, чтобы стадо животных нападало и контратаковало хищника. Точнее, известно, но просто уникально редкие. Есть такие сюжеты в интернете всего, по-моему, штук пять. Когда там львы настолько достали буйволов, что несколько буйволов отделилось от стада. И все-таки вломили, видится, как следует. Бедро их калечили очень сильно. Но это один случай на десятки тысяч наблюдений. Так что никакого такого массовой обороны от хищника. Это все сказано. Прошу. Кому приносят? Мама же должна смотреть за детьми. Ну? Отец не приносит. Если мама с детьми, имеет ли право отец приближаться к маме? Ну, он сказал, что... А он на брачные сезоны их посещает только. Для того, чтобы дети родились. А дальше ушел. Не успеть ничего сделать. Зачем он сезон? Нет, почему? Он успел. Вы знаете, дети делаются не очень за глинуное время. Для этого не надо недельно находиться рядом. Он их на разы посещает? Да, конечно. Посетил и ушел. Да. Вот если вот другой замец на их территорию придет, а замца этого там не будет, то этот замец, Позволь, он съест те люди, но не убьет, чтобы побыстрее спадать с теми самками и продумать свой род. Ну, вообще, есть и такая вещь, но давайте все-таки без каннибализма, например, разбирать будем, это уж какой-то слишком людоедский у вас такой аппетит. Хотя иногда встречается, и не так и редко встречается, то, о чем вы говорили. Но значительно чаще всегда возникает вот какая вещь. Скажите, пожалуйста, детям этого самца есть надо? Да. Кушать надо, да? А детям вот этого самца кушать надо? Да. Ага. Какое потомство будет иметь преимущество? То, которое лучше питается или хуже питается? Да. Ага. Вы понимаете, что эти же семьи конкурируют друг с другом за что? За еду. Роль самца какая? Не пускай в другие семьи вот за эту границу. Вот эту семью не пускай. Самец охраняет ту территорию, на которой питаются его дети. Не пускай в конкуренты. Вот его главная задачка. Если вы считаете, что это мало важно, что важнее там тетешко-тетиско-детенышей, чем охранять территорию, которая формует, должен вас разочаровать. Чтобы заботиться, вовсе не обязательно находиться рядом. Возвращаемся к нашим предкам. У них проблемы с рождением детей. Мамы делают все, что можно, уже у обезьян. Для заботы о потомстве выясняют, что это ум мало. Что необходимо делать? Увеличить количество потом. Теперь это может делать, потому что в первой части служения идет верхний процесс, и риск попасть с этим детенышем, его как достать, он поменьше. Ага, то есть отыграть как стратегия обратно. Здесь должны вас огорчить, рыбка хвостиком не плавая. Дело в том, что если мы создали вид, рассчитанный на сложное поведение, обладатель сложного головного мозга, при попытке отыграть обратно он лишит психологической ниши. Он просто выгодит. Не метод. Предлагайте другую очередь. Прошу, Коль. Может быть, подсоединить и самцов? Не только самцов. Некоторые будут, и всех остальных. Собрать большую группу. При этом, реально, самыми главными, кто будет в этой группе? Самки. Все самки? Нет. Конечно, не все, а какие? А чем определяется доминантность самки в норме? Я не беру человеческое общество, где все вот так вот. Вот нормальная доминация самки чем определяется? Одним фактом, родила она в этом году или не родила. То, что с ней там было 20 лет назад, никого не интересует. Потому что те, кто она родила 20 лет назад, уже выросли и заботятся о себе сами. А те, кто родил в этом году, детеныши абсолютно беззащитны. Это будущее. Для того, чтобы выжить всем вместе, необходимо охранять самок с малыми детьми. Только их. Ресурсы у группы не бесконечны. Понимаете? Охранять всех сразу просто не выгодно. Физически не выгодно. Поэтому охраняем самое ценное, что только есть. Мам с детенышами до года. Но такие структуры есть и у обезьян. Знаменитые стада павиагна, очень сложные социальные ячейки у шимпанзе и там подобное. Геллады вообще образуют суперстада. Там до 400-500 особей в одном таком гигантском стаде. В этих стадах, разумеется, возникают языки взаимодействия. Хорошо. Стали на две ноги. Еще сильнее усложнять социальную структуру, делать ее еще надежнее. А это значит, что с языком должно произойти. Если мы повышаем надежность социальной структуры, усложнение языка. Так, внимание, вот последний, самый главный момент из всего того, что я вам говорил сейчас будет. Скажите, пожалуйста, а что должно быть с мозгами, чтобы эти мозги успешно удерживали и успешно пользовались так? Значит, огромным, по сравнению с другими животными, объемом информации, касающихся социальной структуры, касающихся языков, касающихся способов орудийного поведения. Какие мозги до этого нужны? Более сложные. Как раз тот случай, когда возникает заказ на усложнение нервной системы. Все, ребят, с этого момента начинается порочный круг. Порочный круг чем вызван? При рождении детеныша млекопритающего. При родах детеныш из матки должен пройти сквозь кости таза. Сквозь пространство нового таза. А там вот такое вот костяное кольцо, примерно. Значит, расширяет. То есть, делаем вот такой таз. Примерно. Во-первых, тогда, пока барышня не беременна, у нее все внутренние органы упадут сквозь таз ровно между ног. Ну, если там такая дырка. Значит, это не лучший вариант. Так что расширять объем прохода тазового до такого рассвета нельзя. Да, прошу. Может быть, сделать так, что вот когда маленькая бегка, а когда детеныш будет идти, то даже будет так. Разглядаться. Да, да, да. Вот так раздвинем на две половинки. Здесь какая сложность возникает? Ну, на самом деле, реально, у нас с вами группа именно такие таза. Неплотное срастание синтеза, соединяющий левую и правую лобковую путь. По идее, раздвигаться можно. Но если вам когда-нибудь в жизни какой-нибудь синтез раздвинут, вы поймете, что это не самое лучшее ощущение на свете. Травма при этом возникает нехорошее. Даже не в этом дело. У нормального млекопитающего, насколько конечностей распределен вес. На четыре. В результате движения поочередно участвует сеть. У нас с вами? На две. Причем мы с вами не как кенгуру, двумя ногами сразу толкаемся. А понятно, что мы поочередно толкаемся. Когда ходим, когда бегаем, прыгаем и так далее. Как должны быть связаны левая и правая половинка таза? Что произойдет, если они ненадежно связаны? Вот вы толкнулись одной ногой. Не двумя сразу, а раз. Ну, таз просто развалится и все. Потому что делать свободно раздвижным таз при нашей системе нельзя. Не раздвигается он свободно. Не совсем подвижная? Немножко раздвижная. Да, такая есть. А в результате, смотрите, какое безобразие возникает. Чтобы снизить уровень риска для малочисленных животных, совершенствуем социальную структуру и язык. Хорошо работать социальной структурой и сложным языком, необходимо сложная социальная. Увеличивается размер и сложность головного мозга. Отбор, которая сложная и быстро работающая мозги. Но если головной мозг увеличился, что с размером черепа новорожденного? Еще больше. Значит, крупный череп. Детеныши с крупными черепами. Какой шанс имеет пострадать природа? Выше. Это увеличение. У нас вот наше подростание. Риск. Крин. Розы. А это значит, что рожать стали меньше. Значит, уменьшение здоровых детей. А последнее уменьшение здорового потомства у кастротегов один единственный способ решения задачи. Какой? Совершенствование социальной структуры, языка, степени защищенности. Ребята, обратите внимание, что произошло. Замкнутый круг. Порядка 4 миллионов лет назад складывается замкнутый круг. Дело в том, что улучшение параметров по любому из этих компонентов дальше в силу обратных связей приведет с необходимостью ко всему вот этому замкнутому системы исследования. Отсюда мы получаем прогрессирующее усложнение. Ну, у животных, конечно, сложная социальная структура. Но то, что возникает у людей, ну, это просто монстр какой-то. То есть все социальные структуры животных – это детские игрушки. По сравнению с социальным ранжированием, соотнесением и так далее, возникающим человечеством. Да, существуют языки у многих животных. Но это, опять же, детские игрушки по сравнению даже с самым примитивным человеческим языком, у которого огромное количество самых разных функций. Для того, чтобы нормально с этим делом работать, развиваются такие функции головного мозга, такие функции нервной системы и такие функции нашего общения друг с другом, как мышление, самоосознание, эмоциональная соотносимость и так далее, и так далее. То есть именно на этом фоне, вот на этом виде по замкнутому кругу формируются и возникают и углубляются все черты, присущие, собственно, до хома сапиенс сапиенс. И с этого круга свернуть нельзя. В ходе эволюции несколько попыток было соскочить с колеса. Все попытки кончались плачевно. Ну, гигантопитеки, это еще родственная астралопитеком группа, попробовала решать проблему не через усложнение социальной стратегии, а через увеличение размера тела. Ну и вышла такая мартышка в полтонной весе. Ну, пожили-пожили они некоторое время в Центральной Азии, а потом вымерли спокойно. То есть просто через увеличение размера тела проблемы не решаются. Примерно то же самое с неандерталоидами произошло. Кстати, если считаете, что неандертальцы были волосатые, глупые, агрессивные и так далее, а в настоящие люди они высокие, умные, красивые, ну, мягко говоря, это не так. Скажите, средний объем мозга у кого крупнее? У хома сапиенс сапиенс или у хома сапиенс неандерталинсис? А у неандертальцев-то покрупнее будет, чем у нас с вами. И дело даже не в том, что он просто в среднем крупнее. Он другой. Для неандерталоидов характерно более слабое развитие лобных отделов, но зато гигантское развитие затылочных отделов главного мозга. Знаменитый неандертальский шиньон, накладка затылочная. В результате средний объем оказывается слегка больше, не намного, но больше у неандертальцев. Да, прошу вас. Нет, конечно, не правда. Попробуй себе представить степень выживаемости живых существ, у которых нет курмозных центров в центральной нервной системе. Ну, ребят, через неделю он помер. Процесс торможения ровно настолько же необходим, насколько процессы возбуждения. Если рождается такой урозец, такие патологии редко, но бывают. Причем, он что, один тормозный центр, как вы говорите? Да упаси вас Бог. Чуть не каждый рефлекторный центр имеет свои самые, причем разные механизмы торможения. Начиная от каудрального торможения и так далее. Ну, так что, это, конечно, совершенно неграмотное. Заключение другое дело. Считалось, да и то это, на самом деле, раньше считалось. Есть у неандертальцев. Нам проигрывают в обильный волк Магдали. Ну, смотрим, а чем занимается лобная корова человеком? Выясняли, что это так называемая молчащая зона, которая реализует в основном программы произвольного поведения. То, что называется нами с вами «сила воли». Не рефлекторного, а именно произвольного. Решил, сделал. Посчитал, что нужно, и, несмотря на окружающее, добиваясь того, что посчитал необходимым. Произвольность поведения. Некоторые ученые делали вывод, что если у них эти отделы по площади были меньше, то у них были проблемы с произвольностью поведения, то есть, скорее, более импульсивный характер поведения насилы, чем такой, в нашем понимании этого слова, осознанный, разумный характер. Ну, ребята, на самом деле, это такое силовато утверждение. Кто сказал, что у них эти зоны должны были быть именно там? Хорошо известно, что разные отделы головного мозга могут, так сказать, передавать эстафетку друг к другу. Принцип этой функциальности Эшта сформулирован еще давным-давно в прошлом веке. Там распределение мозаикой эстональной. Это слишком простая картинка. Продолжение следует...